Наводит лоск на своем Ниссане Блюберде 1982 года Александр Токарев каждую минуту. Выставка ретро-машин на Старой Чигиринской, ныне улица Островского, первый выход четырехколесного любимца в свет. До этого авто не выезжало из гаража три года. Хозяин полностью менял салон и перебирал запчасти. Вот и получилось, что последний в истории Блюберт с задним приводом купил за 20 тысяч рублей, вложил еще 280. Это болезнь, наверное, это ретро-мания. Я знаю, что это все хотят, как говорится, покупать марки и крауны, но я купил Блюберт старый, разбитый. Даже ехать толком он не мог. Не было стекол, не было, не было, не было. Больше сказать, проще чего было. Был просто кузов, который требовал ремонта. Прикоснуться к съедобной истории прохожие смогли в сквере за областным правительством. На территории вкусного и полезного пробовали местные колбаски, конфетки, бараночки и молочку. Благовещенские сырки и ряженка прославляют наш город почти 80 лет. Мы хотели бы, чтобы жители города не просто пришли, а может быть что-то новое узнали для себя об истории нашего города, о людях нашего города, о продукции нашего города, которая сегодня известна за ее пределами. Виктория Курова в образе гимназистки-отличницы 19 века на улице Большой отстояла три часа. Беспокоили ее при этом не боль в спине и не толстый слой грима, стянувший кожу. Когда люди подходят, спрашивают, например, что-то очень смешно. Но я отработала это, я хожу в театральную студию уже довольно-таки давно. И я вот прям стою в образе и все удивляются, говорю, да как она не смеется. Питбокс для мальчишек, циркачки для девчонок, оркестр для старшего поколения. В рамках праздничных гуляний себя показали более ста организаций города. А на пересечении Большой и Благовещенской, она же Пионерская, развернулся блошинный рынок. Полуторавековую швейную машинку юбилейную отдавали всего за две тысячи рублей. 70-летний радиоприемник Рига за тысячу, а вот самого Репа 1903 года за 40. Всего около 30 предметов на радость коллекционерам. Например, у меня одна женщина собирает, знаете, были раньше сапожки пепельницы. Вот у нее их штук 400. А вот у нас женщина в драмтеатре работает, она собирает календарики. У нее их календариков 40 тысяч. Гуляния на Большой прошли в Благовещенске во второй раз. И собрали более 20 тысяч благовещенцев и гостей города. Оксана Курбатова, Денис Лугов, программа «Город».